В мифологии разных народов образ птицы встречается довольно часто. Почитали разных пташек. Одни считались добрыми, другие – злыми. Они тесно переплетались с жизнью каждого славянина, сопровождая его от самого рождения. Образы птиц часто появлялись на посуде, прялках и вышивке. Детям показали костюм древнерусской женщины, чьи рукава были похожи на крылья. Затем школьникам рассказали о каждой птице, которая имела значение для народа в отдельности. Но для начала ребятам нужно было угадать птичку по ее трели и фотографиям. Все птицы, о которых рассказали дети, участвовали в народных сказках, пословицах и прибаутках. Они помогали или мешали героям. Это показали детям на примере эпизодов сказки «Садко» и мультфильма. Для защиты детей на Руси делали игрушку-оберег в виде птички. Его обязательно нужно было создать своими руками. И взрослые показали ребятам, как их правильно делать. Кто-то сделал оберег очень быстро, кому-то требовалась помощь. Но всех ребят объединило одно – большой интерес к этому занятию. Школьники рассказали, о чем они услышали на занятии. Существуют птицы, которые стирают память, которые, наоборот, помогают. Птицы делали добро. Но они помогали героям мультфильмов, сказок. И там были еще плохие, добрые птицы. Дедушка у меня, у него сегодня день рождения исполнилось. Он мне, я ему педарку хотела привезти. Также школьники рассказали, какая птица им запомнилась больше и почему. Аист. Потому что она приносит счастье. Из-за быстроты изготовления такие поделки считаются у ребят любимыми. А сам процесс отлично развивает детскую фантазию. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснатовая. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев.